Уже неделю во всех социальных сетях активно обсуждается тема закрытия единственной ветеринарной клиники в старом районе нашего города. Письменным уведомлением, полученным учреждением, сказано, что срок действия договора аренды помещений истекает 28 февраля. И из экономических соображений договор продлеваться не будет. Там нам определили срок до 14 марта освободить помещение. Но дело в том, что мы за это время даже реально физически не успеем ничего не найти. То есть если нас закроют с 14-го, это все, клиники нет. Не первый день неравнодушные жители приходят сюда, чтобы поставить подпись в обращение, которое будет направлено в городскую администрацию. Среди них много пенсионеров, которым в силу возраста тяжело возить своих питомцев в ветклинику в новом районе. К тому же в закрывающейся лечебнице не только единственный рентгенаппарат для животных во всем городе, но и аппараты УЗИ и КГ. И этот факт не может не волновать горожан. Пожалуйста, сделайте так, чтобы они остались. Иначе мы своими животными некуда нам идти. Вет лечебница в Старом районе арендует помещение у акционерного общества с 2013 года. За это время специалисты наработали постоянную клиентскую базу. В среднем за помощью к ветеринарным врачам сюда ежедневно приходит не менее 40 хозяев со своими питомцами. Но сегодня обстоятельства сложились так, что финансовые вопросы вышли на первый план. Сейчас арендная ставка по этому договору очень льготная, скажем так. Всего лишь 30 рублей за квадратный метр. Так как срок действия договора истекает, он продлен не будет. Будет заключен новый договор на новых условиях. Я думаю, что самым правильным вариантом продления, скажем так, арендных отношений на обсуждаемую площадь, это будет проведение аукциона и заключение договора на новых условиях. Естественно, по законное право компании Академии здоровья, преимущественное право на арену, никто не отменял, оно действует. Вопрос закрытия ветеринарной клиники в Старом районе остается открытым. Мы будем следить за развитием событий. Наталья Петрунина, Владимир Есеников, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Продолжение следует...